Продолжение следует... Продолжение следует... Часто они делились друг с другом мечтами о том, как они станут самыми успешными людьми в деревне. Они не боялись тяжелой работы и искали возможности добиться своей цели и осуществить свои мечты. И как-то раз такая возможность представилась. Продолжение следует... Через долину в деревню. Плата за труд зависела от количества воды, доставленного в деревню. Бруно и Пабло с энтузиазмом принялись за работу. Каждый день, с утра до вечера, они таскали ведра воды от источника в деревню. Они делали свою работу упорно и трудолюбиво. Каждый вечер они возвращались домой со своим дневным заработком. Бруно был доволен своей работой и деньгами, которые он зарабатывал. Он был уверен, что эта работа позволит ему осуществить свою мечту. Бруно решил, что для того, чтобы увеличить свой заработок, нужно взять ведра побольше, чтобы всякий раз приносить больше воды. Он рассчитывал, что возросшие доходы вскоре позволят ему купить корову и дом, о котором он мечтал. А вот Пабло был недоволен. Под конец каждого дня у него болели спина и руки, он чувствовал себя измотанным. Пабло искал более легкий способ зарабатывать больше. И однажды ему в голову пришла идея. Он представил себе, как построит водопровод, чтобы доставлять воду из горного источника в деревню. Этот водопровод позволил бы ему доставлять больше воды в деревню, не таская ведра от источника и обратно. Вскоре он загорелся этой идеей и приступил к планированию. Разумеется, Пабло поделился идеей со своим другом Бруно. И предложил ему присоединиться к работе и строить водопровод вместе. Бруно решил, что эта идея бессмысленна. Все, о чем мог думать Бруно, это деньги, которые он зарабатывал сейчас, и то, как заработать их быстрее. Он считал, что постройка водопровода отнимет у него время, и он достигнет своих целей гораздо позже. Вместо этого Бруно достал ведра побольше и стал носить воду быстрее. Он был уверен, что этот способ позволит ему заработать больше денег. Пабло решил строить водопровод в одиночку. Он понимал, что это будет нелегко. И отнимет немало времени, пока водопровод не будет закончен. Пабло знал, что на постройку у него может уйти несколько лет. Но он сосредоточился на своей идее. Каждый день он работал и носил воду, как раньше. Но на выходных и в свободное время он напряженно копал каменистую почву и строил свой водопровод. В первый месяц ему было нечем особенно похвастаться. Бруно и жители деревни смеялись над ним и дразнили его. Они прозвали его Пабло-водопроводчик. В то же время доходы Бруно удвоились. Он уже купил корову и большой дом. Его жизнь переменилась. Теперь он проводил время после работы в баре. Наслаждаясь тем, что давали ему заработанные тяжким трудом деньги. Но Бруно не осознавал, что из-за тяжести ведер, которые он носил каждый день, его спина ссутулилась. Лицо осунулось, а тело истощилось. Вскоре он стал носить все меньше и меньше воды, из-за того, что его здоровье все ухудшалось и ухудшалось. Месяц за месяцем работал Пабло. Вскоре прошел год, а затем еще один. Наконец, постройка была закончена. Теперь, вместо того, чтобы носить воду в деревню ведрами, он использовал свой водопровод. Пабло теперь зарабатывал больше денег, чем когда бы то ни было. Поток воды в деревню не останавливался ни на минуту. В то время, когда Пабло отдыхал, пока спал и ел, вода продолжала течь. Пабло был счастлив и мог гордиться своей проницательностью, упорством и трудолюбием. Теперь деньги текли к нему так же, как текла вода в водопроводе. История Бруно и Пабло История Бруно и Пабло – это отражение реальной жизни. Их работа символизирует то, что обычно делают люди, чтобы зарабатывать деньги. Бруно получает деньги, нося воду в ведрах. Он ходит туда-сюда, таская ведра от источников деревни, в обмен на деньги. Чтобы увеличить свой доход, ему нужно либо ходить к источнику чаще, либо использовать ведра побольше. В реальной жизни мы обычно пытаемся увеличить свой доход, работая все больше и больше, трудясь в свободное время или на двух работах. Мы также увеличиваем размер наших ведер, получая более высокооплачиваемую работу, что часто включает в себя большую занятость и сокращение свободного времени. Большинство из нас обменивает время на деньги, как Бруно. Мы знаем, что у каждого человека есть всего 24 часа в день, и что отдавать работе все время невозможно. Самые тяжелые времена наступают, когда мы более не можем обменивать свое время на деньги из-за возраста, здоровья или по другим причинам, и тогда наши доходы прекращаются. Теперь давайте рассмотрим, что делал Пабло. Рассудив мудро, Пабло не стал обменивать свое время на ограниченный доход, но он использовал часть своего времени на то, чтобы построить водопровод. Он знал, что водопровод будет приносить постоянный доход, пока течет вода. Постоянный доход, который многократно умножил время, потраченное им на каждый дневный труд. Пабло знал, что однажды, может быть из-за возраста или здоровья, он не сможет больше обменивать свое время на деньги. Пабло знал, что если он сможет заставить свою идею с водопроводом работать, ему всего лишь нужно будет потрудиться, чтобы построить водопровод. После того, как водопровод был построен, Пабло получил возможность контролировать и поддерживать поток воды, чтобы убедиться, что его доход продолжает расти. Пабло показал нам, что для того, чтобы заработать, нам не нужно постоянно обменивать время на деньги. Есть гораздо лучший путь. А как же ты? Неужели ты все еще такой, как Бруно, который обменивает время на деньги? Или все-таки ты хочешь быть как Пабло, построить и поддерживать водопровод для получения постоянного дохода? Если тебя заинтересовала идея построения твоего собственного водопровода, свяжись с тем человеком, который дал тебе эту презентацию. Ты можешь начать строить твой водопровод. Сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok